В беседе святителя Иоанна Златоустова Прошлая неделя называлась неделя Жон Мироносец Вспоминалось о том, как жены Мироносец жены мира купили драгоценные пришли помазать тело учителя своего Господа Эта неделя называется неделя расслабленным Читается Евангелие от Иоанна 5 глава где говорится о том, как Господь исцелил болящего 38 лет по-моему, человек был парализован, потому что сам не мог пока, говорит, меня никто не имеет человека кто бы меня спустил в купель потому сам не мог соскочить болезнь была такая, что, наверное, еле-еле передвигался можем так представить себе это расслабленным потом Иисус встретил его в храме и сказал ему вот ты выздоровел, не грешив больше чтобы не случилось с тобой чего хуже когда Господь исцелил его, как вы слышали он говорит, возьми постель твою и иди стали сразу на него роптать в субботу тебе нельзя было брать постель он говорит, мне кто исцелил? мне тот сказал, возьми постель твою и иди а кто он? да я не знаю кто и в храме Господь его встретил и говорит ему потом, говорит, встретил Иисус его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши и более чтобы не случилось с тобой чего хуже мы когда читаем слова Священного Писания это должно не просто как историю читать а это к нам сегодня это картина с нами это расслабленный, я расслабленный ты, ты расслабленный вот и кто нас может в этом помочь? нет такого человека, кто мог только Господь своей благодатью и человеколюбию может нас спасти такое зло, грех, что зло и пагуба для души а слишком усилившись, это зло часто касается и тела мы остаемся бесчувственными, когда нас сильно страждет душа а когда тело получает хотя малое повреждение то употребляем все усилия, чтобы излечить ее от недуга потому что чувствуем боль когда заболит что-то, здесь все и даже к бабкам каким-то бегут люди что надо это все всех ворожеев там кашпировских и чумаков всех призывает только бы чтобы исшелиться что-то заболели а когда душа болит, говорят нет, спокойно, а что особенного может быть пройдет мы остаемся бесчувственными когда в нас сильно страждет душа а когда тело получает хотя малое повреждение то употребляем все усилия, чтобы излечить его от недуга, потому что чувствуем боль поэтому Бог часто наказывает тело за грехи души чтобы от наказания низшей части и высшая получила какое-нибудь врачевание так как у Коринфян Павел исправил блудника, удержав болезнь души, казнь тела так и Христос поступил с расслабленным вот как он сам выражает это когда говорит вот ты вызовел, не греши больше чтобы не случилось с тобой чего хуже чему же мы отсюда научаемся во-первых что болезнь произошла у него от грехов первое во-вторых во-вторых что учение о гиене справедливо справедливо и в-третьих что наказание в ней будет продолжительно и бесконечно запомним первое с чего научились мы что болезнь произошла от грехов во-вторых что учение о гиене справедливо и в-третьих что наказание в ней будет продолжительно и бесконечно где же те, которые говорят я в один час совершил убийство я краткое время только прелюбодействовал и неужели буду наказывать вечно наказываться вечно вот и расслаблен не столько лет грешил сколько терпел наказание и почти целую жизнь человеческую провел в непрерывном мучении грехи судятся не по времени а по самому существу преступлений есть такая книга православная церковь называется книга правил то есть там правила апостольские правила правила семи вселенских соборов и правила святых отцов эта книга есть и там все описано сколько за что прелюбодеяние 15 лет отлучается от церкви человек на 15 лет блудник на 7 лет и так за все за убийство какое вольное и невольное убийство все это святые отцы постановили при этом надо принять во внимание и то что хотя бы мы предпринимали тяжкое наказание за прежние свои грехи но если снова впадем в те же пороки то подвергнемся снова и еще тягчайшему наказанию и это совершенно справедливо а часто бывает так у нас заболел что-то или что-то случилось ой сразу первое за что господи вопрос этот кроличий вопрос называется за что господи и одно наказание само по себе достаточно должно быть для удержания и вразумления падшего однажды но если он не вразумившись от понесенного наказания снова дерзает на то же самое то по справедливости снова подвергается наказанию которое сам на себя навлекает только другое наказание может быть более тягчайше чем первое было так говорится в сегодняшнем евангельском чтении аминь слава тебе Боже слава тебе Боже слава тебе Боже причастники выслушаем благодарность и молитву